А я вот пытаюсь поближе сделать вот эту вот дорогу, мы ее называем между собой лапша, потому что здесь вот такие шикарные развязки, мы все еще в Далласе. И вот мы сейчас будем не просто по этим развязкам, вот я каждый, ну я не знаю, ну самая редкая раз в полгода здесь бываешь и всегда восхищаешься вот этими дорогами, которые, конечно, великолепны. А мы сегодня еще под ними вот так вот медленно идем, потому что мы попали в час пик, снова проезжаем через этот город. И мы очень хотим вам показать специальную линию. Город Даллас, мы вам говорили, он входит вот в объединение городов, очень крупное, в котором проживает 6,5 миллиона человек. И для того, чтобы с одной стороны разгрузить дороги и, ну, заинтересовать водителей ездить не по одному, это одна причина. А вторая причина – это environment, охрана окружающей среды. Здесь есть линия, по которой не могут ехать автомобили, в которых находится только один водитель. Два и более, то есть водитель с пассажиром или более, они могут ехать по специальной линии скоростной, для которой не разрешено ездить тем, кто едет сам, для себя любимого. И были случаи, вот мы сейчас на нее выезжаем, вот она у нас, знак, мы на него выезжаем, она вообще отгорожена. И по нему вот такие вот ромбики по всей дороге – это high occupancy vehicle дорога, то есть это автомобили, которые загружены. То есть больше, чем один пассажир, один водитель в нем находится. И мы вот нас тут четверо, мы имеем право по ней ехать. И были случаи, когда сообразительные американцы решали, что ну чушь я уже буду, смотрите, вот рядом с нами, вот они с той скоростью едут, а мы мимо них и летим по своей практически пустой дороге. Они пытались обхитрить закон и садили рядом с собой кухну надувную. И были случаи такие, их безусловно вычислили, потому что везде стоят камеры. И если вы будете обманывать, в этой стране, я говорила много раз, и еще раз повторюсь, в этой стране выгодно быть честным человеком. И в бизнесе, и в семейной жизни, и в отношениях, и даже на дорогах. То есть штрафы настолько высокие, что вообще машину продать, чем нарушать какие-то правила в этой стране. А мы вот летим, сейчас пик, и смотрите, с какой скоростью они идут, потому что дорога загружена, и с какой скоростью мы летим. И сейчас, то есть, те, кто... Мы едем с петли, это все. Мы не нарушаем? Мы не нарушаем, нет, мы идем с тем, с той скоростью, которая здесь оговорена, но просто... Там скорость такая же. Там скорость, да, скорость такая же, просто они не могут двигаться с этой скоростью. То есть, если у вас есть коллега, который живет с вами рядышком, где-то недалеко, есть смысл встретиться и пересесть в одну машину, что они зачастую и делают, потому что, ну, хочется быстрее домой доехать. И есть специальные парковки для таких машин, которые, когда пассажиры пересаживаются в одну, в один автомобиль и оставляют другие на площадке, они называются carpool. Вот, казалось бы, автомобильный, если переводить, не знаю, о чем это. Это пул, это, ну, swimming pool, как бассейн. Вот, и я когда приехала, я еще не знала всего об этой стране, и я спрашивала, как может быть бассейн для автомобиля, что это значит, как это значит. А это вот так. Для людей все сделано в этой стране. То есть, если хотите, пожалуйста, оставляйте машину на этом капуле, она будет там в полной безопасности, а вы доедете и до работы, и с работы вот с той скоростью, которая прописана на этой дороге. Так, еще о чем мы не сказали, мы еще едем по Далласу. Чуточку вам покажем. Мы уже выехали из даунтауна. Это уже просто Даллас как таковой прекрасный и великолепный. Вот, наш любимый Даллас. Теперь у нас есть еще любимый Сан-Антонио. И любимый Остин. И любимый Остин. С Капитолием. Все мы сказали пока, девочки. Все. В следующий раз мы обязательно, когда поедем в баню, одна из причин, по которой мы достаточно часто посещаем этот город, это корейские бани. И мы обязательно там снимем фильм, потому что я знаю, что вот я очень многим подсказала эту прекрасную идею, как можно великолепно провести время в Далласе, с пользой для себя вот такое замечательное. Но про это отдельный разговор в следующий раз. Всего доброго. Где вы?